Я очень люблю про это рассказывать, потому что, как общаться с журналистами, потому что в итоге время экономится в первую очередь у нас, когда мы какие-то азы перестаем разъяснять на этапе попытки связаться с нами. Потому что иногда просто очень обидно, человек может быть и мог бы донести свою мысль, но начинается совершенно не с тех вещей, из которых следует. Раз уговор о подарке подкуп, давайте начнем с подкупа. Это про меня. Я работал в Реа Новостях, в Digit.ru, в Ленте.ru, в Эксперте, но вот сейчас на проектной работе. Это краткое содержание презентации, после этого можно дальше уходить. Надо сосредоточиться, выбрать то событие, про которое вы хотите рассказать. И этим событием не может быть, например, конференция 1S Bittrex. Потому что для большинства СМИ это не событие. Событие, то, что было анонсировано на пресс-конференции. Доклад по сквозной аналитике, какие-то выводы из него. То, что вы выносите из него, то, что вы рассказываете. Представление новых функций 1S Bittrex. Значит, дальше надо решить, для какого СМИ интересно. Да, если это деньги, то это деловые издания. Если это технологии, то это технические издания. Если это продажи, то это издания по e-commerce. И теперь про преподношение своего инфоповода. Значит, на фотке Дениса Терехина, он знаменит тем, что на Baltic PR пресс-конференции, которая вот тут фотка снята, он заявил, что лично давал взятку замглавного редактора Фарбса. Сначала 12 тысяч долларов, потом он отказался, сказал, что был пьян, ничего не давал. Потом сказал, что 20. Но смысл в том, что когда вы думаете первое о деньгах, я вам должен просто сказать очень простую вещь. Если у вас хороший инфоповод, выгоднее продать его как инфоповод. Потому что к кому вы собираетесь прийти с деньгами? К редактору. Вот я вам могу сказать структуру любого практически новостного издания. Есть корреспондент, редактор или руководитель раздела. Есть выпускающий, есть замглавного редактора и главный редактор. То есть на любой стадии есть следующий контроль и пропустить платный материал. Вот эти все рассказы про платные материалы, я скажу аккуратно, в мелкие платные истории я не верю. Что вот взяли за 100 штук, купили новость. Новости идут потоком, еще может как-то, статью. Кроме корреспондента, редактор увидит, скажет, что ты мне за фигню прислал. Выпуск увидит, скажет, что у нас тут за платная статья. Замглавного редактора скажет, типа, это что? Окей, ты думаешь, что это очень клевый материал. Где клики? Где посещаемость? Поэтому я предлагаю сосредоточиться на том, чтобы грамотно приготовить свой материал. Во-первых, он должен быть актуальным. Желательно финансовые или технические данные лучше всего заходят. И помогите журналистам. Позвонил на днях в РКК «Энергия». Говорю, здрасте, я хотел бы узнать об оборудовании, которое у вас стоит на МКС. И буквально через пару слов мне спрашивают, а вы что, ничего не знаете об оборудовании, которое стоит на МКС? Ну да, конечно. Я вот пишу статью, решил обратиться за комментарием. Да, я уже должен все знать. Отлично. При том, что мне там только что сказали, что оно под грифом «Секретно». Я не представляю масштаба, сложности оборудования. Я, собственно, это и пытался выяснить. Вы предлагаете какой-то свой инфоповод. Журналист может не понимать, насколько он крупный. Насколько большая компания 1С Bittrex. Не в обиду, люди иногда такой «А, Bittrex 1С». Они не понимают связи между компаниями. Можно сказать, что «Так, стоп, дело не в бухгалтерии. У нас там CMS-ка, у нас мессенджинг, у нас CRM-ка. Объясните людям, что международная компания занимается тем-то. Есть такие преимущества. В этом году вышло уже два исследования. Одно в американском PCMag, другое в китайском журнале. Не помню в каком. Где CRM-ка 1С Bittrex заняла первое место. Вот, пожалуйста, вы сразу даете ориентиры, что по мнению американского PCMag, Bittrex 24 – это лучшая CRM-система. Я знаю, что там пиарщики меня сейчас будут бить, потому что Bittrex 24 – это гораздо круче, чем просто CRM. Но вот вы дайте журналисту точки опоры. Значит, про актуальность. Если вы что-то хотите сказать, чем-то можете помочь по поводу происходящих событий, это надо делать немедленно. Вот, например, статья в секрете фирмы. Утром прошла информация про покупку Микрософтом Линкедина. Вечером выходит колонка. Журналист искал, кто ему быстро это опишет. Потому что завтра, на следующий день, уже всем будет неинтересно. Надо сегодня. Они хотели человека из отрасли. Но так как им надо было быстро, а все, как бы, третьи лица, такие не очень заинтересованные, видимо, не были доступны, в результате дает комментарий сотрудник АБИ. Да, российская компания. Это будет там написано в тексте, что комментарий дает сотрудник российской компании. Но издание не посмущалось попиарить, значит, компанию, потому что человек сделал свой комментарий быстро. И это не тот случай, когда давайте мы вам что-то прокомментируем. Человек уже, понятно, должен быть, что он в этой области специалист и что-то знает. Как этого достичь? Вы не можете сидеть и просто решать, что я в этот раз могу дать комментарий. Постоянно светитесь, делайте материалы у себя в блоге, на сайте про грабли. Вы должны постоянно светиться в инфополе, чтобы знали. Так, в e-коммерции законы поменялись. Можно прийти к тому-то. В регионах переходит на удаленную работу. Мы знаем, кого спросить, потому что он постоянно про это пишет. Финансовые или технические данные, понятно, проще всего с ними журналисту оценить масштаб события. Соответственно, один из партнеров, насколько я понимаю, один из Bittrex, компания Pinol. И Алексей Акаров в какой-то момент написал колонку про то, как он здорово всех перевел на удаленную работу. И окей, ему не удалось пробиться в коммерсанты ведомости. Но при этом ресурсы второго эшелона, VCRU, это ресурс про стартапы, бизнес. Он растет, он пытается догнать ведомости и коммерс, он пока вдвое меньше по популярности. Но это 2,5 миллиона уникальных посетителей в месяц. Это больше, чем любой сайт, любой сайт любой компании. То есть это начало популярности. Более того, естественно, после того, как он опубликовался в этом ресурсе, его серфят те, кто работает в ведомостях, коммерсе, в ленте. Я сразу обратился к нему. У нас не получилось. Но я его заметил. Я уже знаю, что он способен написать материал по удаленной работе. И он засветился. Хотя вроде бы материал не коммерсант, не ведомости. Но ресурс второго эшелона уже принес ему популярность и внимание. При эксклюзивности эмбарго это уже, конечно, такой замечательный момент, когда ваш инфоповод уже прокатил. И просто вот такой финальный совет. Во-первых, лучше дать информацию немного заранее, потому что журналист сможет ее подготовить. Вы сможете найти там ошибки, которые связаны с тем, что журналист все-таки не может знать все, наверняка может что-то перепутать. Но тут важно, если вы что-то даете под эмбарго, во-первых, вы должны понимать, что надо подходить к этому аккуратно, потому что не все журналисты там одинаково корректны, не все одинаково соблюдают эмбарго. И второе – это эксклюзивность. Если вы говорите, что ресурс получает эта новость один, значит только этот ресурс получает. Если вы говорите, что вы даете это… Но если вы хотите дать новость треим ресурсам, ради бога, скажите, что мы даем вам, коммерсу и, не знаю, реновостям. Возможно, человек откажется. Возможно, он хочет только эксклюзивно. Но если начинается, вот вам эксклюзивная новость, а в 12 часов она выходит на коммерсе, а у меня она в 10 утра, я говорю, это что такое? Ну коммерсант же газета, а то, что он в 12 выложил на сайте, было непонятно. В общем, с таким ньюсмейтером в следующий раз я работаю поостерегусь, потому что я знаю, что он меня опять может кинуть. Немножко о том, как мы работаем, чтобы было понятно, как нам подкатить новость, которую мы оценим. Значит, вот если взять стайл гайд, так называемый ре-новостей, то там на стайлистах прописано, что главное в новости – это точность. Второе – это оперативность. Заметьте, оперативность на втором месте. И третье – это форматность издания. Там страниц 20 в стайл гайде о том, как писать новость, какой формат, что в первом абзаце, что во втором, сколько абзацев, сколько времени на нее тратится. И иногда это приводит к тому, что может выйти новость, которая будет ошибочной. Но это не значит, что пренебрегли точностью. Это просто… Новость состояла в том, что по данным такого-то ресурса произошла там отставка Якунина. На самом деле письмо оказалось фальшивым. Но так как на новость молнию отводится 40 секунд, то новость, естественно, успела выйти. За это время не успели проверить информацию. Более того, там явно был удачно выбран момент. Ее не смогли проверить и за 2-3 минуты, когда выходит короткая новость. И они выбрали момент, когда Якунин ужинал с Путиным, и они были недоступны по сотам. Ну, они были больше заняты, чем на то, чтобы отвечать на наши звонки. И в результате там не только наши ресурсы, там Реатас, но и Блумберг попались на это. Событие большое-большое. Источник информации есть? Есть. Было подделано письмо из Кремля официальное. И когда вы ругаетесь на то, как работаете журналисты, вы как бы... Этот механизм работы подразумевает, есть источник? Есть. Время пошло? Пошло. Через 15 минут выяснилось, что нет, отставки не было. Было опубликовано опровержение, и уже стали разбираться, там уже наш отдел IT-шный стал разбираться, каким образом подделали письмо. Еще я хотел сказать. Если вдруг вышла новость, где что-то написано неправильно, по вашему мнению, особенно из вашей области, а еще лучше про вашу компанию, не стесняйтесь достучаться в редакцию. Обычно телефон, например, есть на сайте у Lent.ru. Как бы люди там что-то спрашивают, пытаются как-то выяснить, как связаться с журналистами. У Lent.ru просто телефон есть на сайте редакции. Если написаны неправильные вещи, нормальные издания, за все не отвечают, нормальные издания всегда либо даст опровержение, либо исправление, либо уточнение. А для вас это возможность дать комментарий. Про формат. Вот это известная колонка Майка Бутчера, где он говорит, что ребята, пресс-релиз устарел, все, больше не присылайте мне пресс-релиза. Это не о том, что умер пресс-релиз. Это о том, что с каждым надо связываться с журналистом так, как ему удобно. Если он того стоит, это вы уж сами оцените. Но это не значит, что Майк Бутчер вообще больше не связывается со стартапами. Он с сайта тех кранч, он пишет про технологические стартапы. Он просто просил их писать не то, как они хотят про себя написать, а написать коротко и точно. Какая компания, чем занимается, кто конкурент, чем они лучше. Он дал просто новый формат. Он не убил пресс-релиз, он просто дал ему новую форму. Соответственно, и вы, когда пишете свой пресс-релиз, когда вы готовите свое сообщение, вы посмотрите, про что пишет СМИ, что ему будет интересно. Технологическая часть, коммерческая, экономическая еще какая-то, кадровая, административная. Оцените потенциал инфоповода, объясните, что вот этого раньше не было. Этого раньше не было в масштабах мира, России, региона может быть. Понятно же, что у вас как бы события могут быть локальные. Но если оно первое, если вы первые в России организовали удаленный офис, там, значит, не знаю, на связи пятого поколения, условно говоря, то это ваш опыт, которым можно поделиться. Вот. И как бы массовая рассылка пресс-релизов это хорошо, но я все-таки советую, если вы решили, что ваша новость хорошая и подготовили ее правильно, сначала предлагать ее изданием по одному. Да, там, РБК, коммерс, ведомости, там, новостные ресурсы, наши там, реановости, ленты. Если они не возьмут, ну, тогда уже можно там веером. Вот. По поводу общения с журналистами. Креатив – это хорошо, но пытайтесь все-таки представляться понятно, а то немножечко странно, когда в мессенджере стучится человек с именем девичьим, фоткой какого-то мужика брутального, и, в общем, учитывая, что они там еще в другие часто улетают, в общем, первое впечатление, да, там, ну, что-то читать, какой-то очередной нигерийский спам. Вот. А есть тут лазер, да? Сейчас. Нет? Ну, не нашел. Ладно. В общем, по поводу метода связи с журналистом. Значит, как вам, как вы, как вы считаете, как эффективнее всего связываться с журналистом? Так, но пока вы стесняетесь, давайте проще. Поднимите руку тот, кто считает, что лучший метод связи это почта. Так, так, хорошо, так, человек пять примерно. Мессенджер в каких-то соцсетях. Звонок по телефону. Хорошо. Ну, и личная встреча. Отлично. А теперь ответ. Я не знаю универсального способа связи с журналистом. Когда мне пишут в мессенджер в фейсбуке, я раздражаюсь, потому что я считаю его своим личным пространством. И мне удобнее в почте, потому что я там могу найти все, что угодно поиском. Просто классно. А в фейсбуке что-нибудь поиском найти это стреляться. я с удивлением узнал, что моя коллега, которая отвечала за СМИ, говорит, ну что они мне в почту пишут? Ну что им в фейсбук трудно написать? Коллега, который отвечает за интернет, говорит, за интернет, заметьте, что они мне пишут все время? Что они не могут позвонить? Я им сразу отвечу. Да, нет. И, ну, там, пошлет или наоборот скажет, здравствуйте, дорогие. Вот. У каждого журналиста свое представление о том, как ему удобно. И я понимаю, что это немножко самонадеяно, но я предлагаю вплоть до списков журналистов с указанием наилучшего метода связи с ними указывать, потому что если вы хотите эффективно связываться с журналистами, лучше взять там 20 топ-изданий, но с каждым пытаться действовать наиболее эффективным образом. Потому что то, как вы привыкли связываться, не факт, что людям так удобно. Вот. И про личную встречу. Ну, честно говоря, просто иногда некогда. Но как бы особенно в новостном агентстве, там все время занят, можешь встретиться. Вот у меня всегда предложение на встречу было 8.30 утра, 8.30 вечера. Многие после этого сразу отпадали после такого времени встречи. если она все-таки состоялась. Это, конечно, замечательно подружиться с журналистом, поболтать о жизни, но если вы уже дошли до личной встречи, то я вам предлагаю прийти даже, может быть, не с конкретным инфоповодом. Конкретный инфоповод – это замечательно. Но первую встречу я бы посвятил все-таки стратегическому разговору. Что можете вы рассказать, из каких областей что вы знаете про себя, про конкурентов, про технологию, про деньги, про какие-то вопросы, которые могут лежать там где-то внутри вашего бизнеса. Особенности разработки, кадровые вещи. Чтобы в следующий раз уже знать, с чем связываться, с чем нет, с каким изданием. Так, значит, если вы например по почте пишите или в мессенджере, ну и в телефонном разговоре вначале было бы хорошо коротко сформулировать идею, что интересного вы хотите рассказать. Я обычно привожу в пример интерфейс, веб-интерфейс почты джемейловской. Там примерно умещается как раз 70-90 знаков. И по теме письма вы уже знаете, вы будете это письмо открывать или нет. И вы в своем мысли постарайтесь сформировать в 70-90 знаков. И пресс-релиз, если вы рассылаете даже всем, все равно надо в 70-90 знаков упихать мысли, потому что длинную вещь, если очень много всего написано или просто написано прошла пресс-конференция пространно, это велика вероятность, что это пойдет в трэш. Вам надо в этих 90-х знаках заинтересовать людей. Значит, что хорошо берется. Игра на патриотизме это условно. Если взять наши СМИ, то можно заметить, что они делятся на два заметных класса. Одни любят писать, что в России все хорошо, другие любят писать, что в России все плохо. Любая отсылка к России, какая-то даже международная аналитика, которую вы прикладываете к России, она всегда повышает интерес к вашему исследованию. Соответственно, если там все хорошо, то стоит делать отсылку к тем изданиям, в первую очередь прилагать к тем изданиям, которые у нас пытаются рассказать, что в России все хорошо. Если это про недостатки, то лучше идти к условно-оппозиционным изданиям. если вы пишете новости, про новости для непрофильных ресурсов, сейчас следующий слайдик будет. Это в основном про то, что когда вы проводите исследование, когда вы увидите чужое исследование, в котором можете поучаствовать, вы не всегда должны ломиться в, грубо говоря, в издании по коммерции. Сейчас очень хорошо развиваются например научно-популярные ресурсы. Я не помню. Да, у меня следующий слайд про то, что они часто обгоняют все другие разделы попищаемости. И если вы сделаете, ну вы вряд ли сделаете исследование, но если вы найдете исследование о психологическом портрете, что происходит на работе, и от себя предложите свой кейс, свой пример, возможно свою практику применения какого-то исследования зарубежного в России, это может быть принято для новости или статьи в научно-популярном ресурсе, в научно-популярном разделе. Но это все равно будет публикация про вас. Значит, свои материалы и комментарии второй стороны там сейчас будут слайдиками. Значит, свои материалы. Я там, я формально не являюсь сотрудником Life.ru, но когда коммерсант с утречка рассказал, что у нас сейчас правительство 10 миллиардов телепортирует, я, в общем, не мог не предложить ребятам колонку про то, про что речь-то идет. Понимаете? Потому что там одно дело пинать правительство за дело, другое дело, ну, как бы, если кричать волки каждый раз, да, там кто-то в следующий раз не придут на помощь. В результате речь шла о квантовой телепортации. Это физическое явление, оно доступно, оно уже происходит в лабораториях и, возможно, оно будет в будущем применяться в промышленности для связи, которую нельзя отследить, которую нельзя подслушать. Вот. И это очень там интересное направление, это научная тематика. Вот. Единственное, что опять то правило, которое мы помним раньше, актуальность. коммерсант вышел в ночи, естественно, я прочитал это в 8 утра, в 10 эта колонка уже была у редактора значит, лайфа. Потому что, грубо говоря, к 12 там уже обзвонились все эти коммерсанты ФМ, бизнес ФМ, там радио Серебряный Дождь, там всем, все уже знали, что это тема, это уже надо, надо, надо про это писать, это все интересно, да, прочитают в первую очередь тех, кто раньше написал. Аналитика. Либо это вы находите мировую аналитику и пытаетесь приложить на Россию, либо вы проводите собственное внутреннее исследование. Соответственно, если оно будет не просто по вашей компании, а по какому-то сегменту, то хорошо, может пойти в качестве бизнес статьи. Инфографика. Если у вас есть данные, то вы можете их попробовать представить в графическом виде, потому что в принципе инфографику фирменную не любят в крупных изданиях, потому что на фирменной инфографике, под фирменной инфографикой я подразумеваю то, на чем стоит логотип компании. Понятно, что эта реклама это сразу не любят, но если у вас красивая инфографика и она нетривиальная или показывает историческая, например, и понятно, что у издания два варианта. Либо остаться без красивой картинки и исторический повод уйдет. Сегодня 10 лет введения ВВВ интерфейса, 10 лет уже давно прошло. Издание может взять вашу инфографику, а может остаться без публикации. По крайней мере у нас пример был, что мы взяли в ленте есетовскую инфографику по истории вирусов как раз на день, которая была годовщина выхода первого вируса. Про комментарии второй стороны мы уже сказали, если про вас что-то неправильно сказали, это хорошо. Это повод позвонить в редакцию, потребовать опровержения и самое главное, редакция может вас послать и сказать, что у нее надежные источники, но каждый нормальный ресурс захочет взять комментарий второй стороны. Если вы считаете, что вы в этом деле замешаны, вы можете позвонить и попросить дать комментарий второй стороны. Возможно, тон статьи не изменится, но вы в этой статье уже будете и в этой статье будет ваша точка зрения. И это нормально для нормального издания. Бесплатно, без подкупа, без шантажа. Это я пиарю всегда научно-техническую составляющую, потому что если посмотреть на ленте, каждый день эта картина сильно меняется, но вот в частности тут видно, что она на третьем месте оказалась. После России, в которой куча событий происходит, конечно, там люди читают. И после мира, в котором вечно у нас какие-нибудь терки то с Америкой, то в Сирии что-нибудь происходит. И обогнали даже бывший СССР, куда входила Украина, которая там это 9 сентября прошлого года, там на Украине все время какие-то события. Вот так. Теперь можно перейти к вопросам. Я уложился? Да. Спасибо, что уложился. У нас есть вопрос из мобильного приложения. Есть ли ресурсы, где можно подобрать журналистов в нужной тематике? Такой тематический каталог или биржа? Я не пользовался. Я, конечно, понимаю, что есть всякие там фриланс ру, но мне кажется, что, во-первых, зачем? Чтобы журналист что? Чтобы он написал про вас статью? Вот. Работал я с одной компанией. Ребята говорят, клевый ты чувак, давай ты нам поможешь пиарить. Мы тут программы решили с вами делать, раньше себе делали, а теперь будем выпускать в мир. Я говорю, окей. И говорю, с чего мы начнем? Вот, говорят, программа, напиши про нее статью. Вы же понимаете, что написать статью, вот, это возможно, но они-то наверняка думают, что написанная статья сразу попадет в коммерс? Нет. Потому что вам нужен журналист, который что сделает? Напишет вам статью на сайт? Ну, я думаю, что несложно за деньги найти журналист, который напишет статью на сайт компании. Вам нужен журналист, который разместит вашу статью в коммерсанте? Нормальные СМИ не размещают готовых чужих статей. Вы связываетесь с журналистом и рассказываете, какой у вас есть инфоповод. Так что вопрос неполный, не могу до конца ответить. Тогда еще от меня вопрос. Вот смотри, бывают инфоповоды, которые относятся к разным областям. Ну, вот условно, там, Facebook купил российскую разработку, маскарад, да, вот этот вот. Это какая новость? Финансовая, технологическая, деловая? Нужно написать три разных пресс-релиза. Как быть? На месте маскарада я бы смотрел по своей целевой аудитории. Если людям нужен, грубо говоря, ну, им дополнительное финансирование уже, наверное, не нужно, раз их купили, но если они хотят там в бизнес-области себя показать, я бы шел там, грубо говоря, в ведомости к Мирсантр БК. Если они хотят себя пропиарить в России, я бы шел в Реоновости, в Ленту, чтобы себя в мире засветить. То есть три пресс-релиза, но если на них хватит информации, то тогда пишутся три разных пресс-релиза и рассылается каждому из изданий пресс-релиз, адаптированный под него. КП, кроме там суммы сделки, которую все равно не раскрыли, бессмысленно что-то про бизнес писать. Но зато им интересно будет про фильтрыки. КП – это комсомольская правда, условно. Я же не знаю, чего вам интересно. А ты когда-нибудь встречал так, чтобы было там три пресс-релиза? Да нет, никто еще не парится. Я не встречал три пресс-релиза, но я должен сказать, что там пиарщики сейчас все чаще заморачиваются тем, что они тебе пишут или звонят и говорят, так, Саша, у нас завтра анонс того, что наш оборот достиг один миллион долларов. мы тебе даем, если ты об этом напишешь. Если ты об этом не уверен, что напишешь, мы идем дальше. Если ты об этом пишешь, то может какие-то подробности. Там презентация. Шаблон был короткий, не влезло, например, проработать с негативом. РБК написала, что Yod Devices продала за 200 миллионов 60 процентов акций китайскому инвестиционному фонду. РБК сразу написала, что вот все, продали компанию. Они говорят, ну это немножко не так. Ну и они оперативно отработали. Они говорят, хочешь комментарии Гендира, но комментарии Гендира хорошо, но это в любой момент он может что-то сказать. Но тут он сообщил бы мне информацию, которая на тему, которая уже всех взволновала. Мы продали своего производителя смартфонов единственного. С другой стороны, они обещали, что эта информация, суть ее будет отличаться от того, что опубликовал РБК. Спасибо.